Здравствуйте! Мы снова в воскресенье, утро на старом Арбате. Я все время говорил доктору, что надо быть проще и люди к нам потянутся. И вот к нам потянулись люди. И скоро был один, потом другой. И все время умные, хорошие люди тянутся. Гораздо более умные, чем тот, кто улучшил. Это однозначно. Так что ты выиграл, а я проиграл. Он потянулся еще и на человека, занимался ерундопелем и ударниками. Мы сейчас скажем, кто? Дамы и господа, это Саша Орлов. Это человек совершенно уникальный, потому что когда я говорю Саша Орлов, это сразу и должность, и профессия, и имя, и фамилия. Это такая самодостаточность. И национальность. И где-то диагноз даже. Где? Везде. Смотрите. Мы сейчас вам покажем, что такое Саша Орлов. Смотрите. Саша Орлов, это автор вот этих замечательных вещей. Ударник русской речи и ерундопель русского языка. Там внутри карточки, где написано, как правильно говорить и что означают всякие слова. Если вы успеете, вы ударник русской речи и ерундопель где-то еще купите, Саша. Или нет уже? Нет. Ну еще можно успеть. Можно успеть. Только если бегом. Только если бегом. А вообще-то, мне кажется, вы уже опоздали. Пусть это тут стоит и напоминает вам о том, куда на самом деле надо бежать. Завязывайся под эквайсментом и переходи к делу. На самом деле мы здесь собрались не чтобы заниматься ерундопелями, хотя это очень хорошее, а для того, чтобы поговорить по всевозможным странным, скажем так, вещам, которые меня, по крайней мере, занимают постоянно. Все время довести вопросом. Почему надо вспоминать о том, что женщина, это женщина 8 марта. Почему вообще считать, что 23 февраля это день мужчин, хотя вообще это день Красной Армии, не понимаю почему. Красной Армии вроде нет, он шире просто днем мужчин. Она была? Не знаю, я не присутствовал. Она была. Ему лучше знать. Нет, просто я старый, у меня это было. Моразм, да. Я отлично помню, что она была. Была. Ага. Он организовывал, наверное. Не скажешь, что я организовывал. Нет, он же не Троцкий, ты что? Нет, не настолько. Точно не Троцкий? Нет, не Троцкий. Не похоже. Не похоже без Троцкого я вижу как живого перед собой. Да. Я знаю, я просто, ой, я сам где-то Троцкий. А он совершенно не. Да. Смотри конкретно Троцкий. То есть тебя возмущают праздники? Меня возмущает не то, что праздники, меня возмущает то, что человек выдумывает, ну, Homo homini, lupus est, это все знают. Скорее всего, я думаю, что люди не могут как-то организовать сами себе какой-то праздник, и надо, как обычно, чтобы за них кто-то решил, сегодня вот ты будешь с женщиной. Вот, все. Вот ты будешь с женщиной, поэтому мы тебя с этим делом поздравим, завтра уже поздравлять не будем. Наплевать, зачем нам надо. Мы сегодня поздравили, и все. Андрей, ну подожди, ну хорошо. Мы можем поздравить дам с праздником? Да нет, ты можешь поздравить их каждый день. Не знаю. Дамы, для начала и для конца, и вообще всегда с наступающим. Будьте, понимаете, вот говорят, будьте красивы, будьте здоровы, будьте умны. Не-не-не. Будьте. Просто будьте. Все остальное мы сделаем сами. Я правильно говорю? Всключительно. Ну вот, да. Дамы. Неотрывный французский поцелуй. Французский? Потому что я аж картавлю, я аж грассирую. Француз. У меня поцелуй только французский может получиться. И у меня, знаешь, амбишур какой. Видишь, что такое амбишурка? Не надо. Это губы. Губы не нужны, амбишурка. Только французский не вошло. Не вошло. Ты запомни, амбишурка. И так, дамы и господа, еще парк этого возмущают праздники. Меня возмущают не праздники, я еще раз тебя перебью не больно. Хорошо. Меня возмущает ровно то, что люди ищут какие-то поводы для того, чтобы вербализовать какие-то свои, не знаю, чувства. А может даже не чувства. Многие это делают для галочки. Многие, потому что им это нужно. Может, они просто какие-то есть нужные люди, и надо их как-то поздравить. Многие с ужасом думают о праздниках. На самом деле, вот я читал буквально вчера, сегодня с утра твиттер. И там люди с ужасом говорят, господа мужчины, давайте переживем этот праздник или еще что-нибудь такое. То есть горе это что? Для многих это реальное горе. Ну, дело в том, что люди, которых я мог бы поздравить, в этом не нуждаются, они значительно выше всего этого. Ты понимаешь? Круг людей, которых я раньше не поздравил в детстве, он превратился в... Страшно-то легене от народа. Ну да. Подожди. То есть ни жена, ни дочь, ни мама. А для этого обязательно, чтобы было 8 марта при том, чтобы поздравить? Нет. Ну, конечно, это ужасная гадость и плотность. Наличие одного дня, все остальные дни вроде как... Причем, как бы, если мы берем истоки, вот недавнейшие, в 23-е, как известно, это день создания Красной Армии. 8-е, это дни рождения немецкой революционерки, не самые лучшие, как говорится, по вне реповедения. Почему день рождения? Разве Клара Цеткина 28 марта? Да, да, да. По-моему, нет. По-моему, она придумала просто это. Может, она это придумала. Она не родилась. Вопрос не в этом. Суть в том, что это началось именно оттуда. Да, это правда. Как день рождения. Это она придумала. Родилась, не родилась, это не важно в данном случае. Не важно. Да. Важно то, что откуда это идет корень. То же самое, никак не знают, что делать с 4 ноября. Мы сперва перетащили с 7-го на 4-го, а сейчас еще... Это вообще не дотичная история. Да. Подождите, Андрюша. Я про даты вообще. Подождите. Скажи мне, пожалуйста. Пожалуйста. Ты Свете букет цветов подарил? Нет, я не буду. Так. Ты своей жене, дочери маме букет цветов подарил? Нет, не буду. Нет. Я подарил тёще и жене по букету цветов. В каждом 15 роз. Он идет там на перегрузке. Понимаете, да? Что это значит? Это значит, что умом понимая, что праздник этот он живый, что умом понимая, что женщину надо любить каждый день, я остаюсь рабом социума, рабом социальных подрассудков. Почему? Не знаю. Я иду по улице и вижу, все, огромная очередь в цветочный киоск, все покупают цветы и несут домой свою женщину. Я умом понимаю, что это ерунда. Не для того, чтобы подарить цветы жене или дочери или тёче. Мне не надо никакого специального дня. Но это такой день, когда все покупают цветы и я покупаю тоже. Может быть. Это очень важно, Андрей Сергеевич. Это очень важно, Андрей Сергеевич. Нет. Посмотри. Давайте вот мы разделим сразу. Вот. Значит, есть одна правда, которая говорит, что большинство праздников придуманы по ложным надуманным поводу. Это так, действительно. Ну да. 23 февраля вообще голая ложь. Никакого боя под Псковом победоносного в этот день не было. Наоборот, 23 февраля немцы без единого выстрела заняли Псков. И дальше развернулась череда событий, которые заставили Владимировича подписать Брестский мир. Значит, 4 ноября в Кремле Московском не происходило ничего. Никакие поляки оттуда не бежали. Вообще был выходной. У поляков. Он и остался выходной. Да. Теперь смотрите. Значит, 7 ноября, когда мы отмечали вот это взятие из Миного дворца, да? Никакого взятия не было. Никто ничего не брал. Просто вошли люди совершенно спокойно, потому что никто сопротивление никого не оказывал. И так далее, да? 8 марта придумала Клара Цеткин. 1 мая придумали Чикагские работники. А что мы здесь делали? Что мы здесь делали? Чайпи. Нет. Нет. Я скажу. Мы обвиняем себя во лжи. Это шизофрения. Нет. Если мы, по-моему, понимаем, что праздник этот ложный, почему мы ему подчиняемся? Толпа. Ну, вот, ты знаешь, твоя тема, которую ты сегодня заявил, она же гораздо глубже, чем кажется на первый взгляд. Вот мы говорим, что такое Новый год? Земля завершает определенный оборот вокруг определенной звезды. И при этом у нас нет никакой гарантии, что завершает она его в той же точке и в ту же единицу времени, в какой он завершала год назад. Правильно? Да. Но существует мнение. Но существует мнение. Смотрите, есть мнение, не весть чьё, что 8 марта надо целовать женщин чаще, больше, сильнее и, я бы сказал, даже глубже, чем вы делаете это другим. Ты знаешь, я вот тут бы ещё, Валяечка, сделала ремарочку небольшую. Смотри, самое смешное, что люди зачастую, то что говоришь, там целуют или поздравляют, потому что надо, и самое смешное, это люди мучаются, чтобы подарить. Ещё, что смешнее, они начинают дарить жёнам кастрюли, посудомоечные машины, скорлаки, стиральные машины. А жёны дарят своему шляму на 23 февраля. Стамеские, молотки. Да, это всё понятно. Вот, это очень весело. Это всё, понимаешь, это всё для меня, в отличие от того, что ты говоришь, целый ряд досадных внешних обстоятельств. Но это не вскрывает причины. Я ещё раз хочу спросить, вот почему мы, понимая, что всё это враньё, почему мы подчиняемся этому, почему я подчиняюсь этому? Ну, потому что мы жертвы, многолетние жертвы этих стереотипов. Вот о чём говорить-то надо. Говорить надо не о том, что те или иные праздники придуманы по ложному полу, а говорить надо о том, что даже те люди, которые это понимают и знают, остаются жертвами этих стереотипов. Так выпьём за стереотип. О! Это во-первых. По-моему, у него же чай кончается. У кого кончается чай? А вот у господина Ерундопеля. Сейчас ещё надоим. Сейчас вызовем чайную корову, чайницу и подёргаем её за время. Не надо. Сегодня почти восьмое. Так какое отношение ты к корове-то имеешь? Не имею. Абсолютно. У доли, получается. Ты ещё Глистов женского рода поздравил. Не глуп себе. Ну вот самое смешное, почему люди не поздравляют кошек? Почему? Ведь недавно был день, семерный день кошек. Вот смотри. Поэтому можно сколько угодно возмущаться тем обстоятельством, что праздники, которые мы отмечаем, придуманы по ложному поводу, мы всё равно будем с вами их отмечать. Вопрос. Для чего и кому это надо? Во-первых, это вносит известное разнообразие в нашу жизнь. То есть это повод… Отдохнуть. Как-то изменить своё внутреннее состояние. Раз. Повеселиться, расстроиться. Как-то изменить. Раз. Во-вторых, это попытка заставить другого человека испытывать то же самое. Два. А это важно? Вот. Вот тут мы переходим к интересному моменту. Поскольку, мне кажется, что самое главное – это понимать объект дарения и поздравления, насколько ему важно это. Если ему это важно, то уже не важно, что мы испытываем по этому поводу, если мы любим этот человек. Я с ним согласен. Но если у человека возникает противодействие некое, ну, например, по отношению к празднику 8 марта, не стоит напоминать ему. Дай тебе поцелуй. Ох, гомосятина. Какая минуточка. Ну и что? Да, мы с Сашей любим друга. Ну и что? Может, мы пожедимся? А уже наконец накормят наши девушки? Да, это пора. Да, это пора. Мои границы, моя свобода заканчиваются там, где начинается не свобода другого человека. То есть точно так же, как ты сказал, я могу говорить с кем угодно, не важно, ребенок, взрослый, старик, кто угодно, говорить на разные темы. Ровно граница моих тем закончится там, где начнется граница другого человека. То есть я могу говорить на любые темы. Точно так же и поздравления всевозможные. То есть я поздравлю человека с 8 марта, если этот человек этого ждет. Так как в моей семье уже получилось так, что то ли они ко мне прислушались, то ли они разделяют на душе зрение. У нас нет культа таких вот праздников. Мы можем устроить праздник в любой день, на самом деле. Да, это прекрасно. У нас есть праздники, которые мы остались в рамках стереотипов. Это тоже самый Новый год, хотя мы не встречаем его с шумной какой-то компанией, но, скорее всего, у нас другой стереотип, мы как раз встречаем его как-то очень много. Ну это какой-то хороший стихопадающий снег, ну по крайней мере, религиозно. Ну, тут такой хороший снег идёт. Слава Бог, сегодня не идёт. Слава Бог, сегодня не идёт. Сегодня ветер. Сегодня ветер, но солнышко было с утра. 18 градусов. То есть я думаю, что вот так вот. Тут я говорю, что это ровно ложится в мою теорию. Поэтому я тут полностью согласен и полностью разделяю это. То есть получается так, стереотипы, даже когда ты осознаешь, что это стереотип, если ты сам делаешь выбор себе этого, то, наверное, плохо. Господа, это гениально. Смотрите. Оставаясь рабом социальных стереотипов, думай о том, как к этому стереотипу относится тот, кому ты хочешь сделать приятнее. Правильно? Ну, ещё надо не забывать, что, ко всему прочему, стереотипы зачастую это элемент управления народом, будем так говорить. То есть зачастую и всегда? Не всегда. Не всегда. Некоторые стереотипы мы же сами придумываем себе. Но мы же народ. Это да. Меньшая часть, конечно, но некая часть стереотипов растёт снизу. Большинство стереотипов, которые ты назвал, 23-е, 8-е, 4-е, 7-е, 1-е, 9-е мая, как бы меня не кидали помидорами, и так далее. Это всё стереотипы, спущенные сверху. Да. Может, война тоже не кончилась, 9-е мая, и так далее. Конечно, нет. Ну, это как бы неважно, в какой момент... Это неважно. Это неважно. Это неважно. Причём, естественно, с каким-то я согласен, с стереотипами, да? То есть я сказал, Новый год, 9-е мая, и так далее. Кое-какие я согласен. Я даже согласен с попыткой насадить взамен Дню Святого Валентина, которого всей душой ненавижу. Наш российский вариант. Забыл Февроний и кого там летом-то... Пётр и Феврония. Да-да-да. Муромский. Я все напутываю. Фёдор и Петроний. Да-да-да. То есть вот как-то вот он не приживается, наверное, потому что слишком активно приживали в своё время Валентина этого Дворацкого. Забух возле, почему? Это вообще какая-то искусственная, по-моему, штука. А мне как-то нравится. Ну, опять же, черт с ним. Ну, в этом есть какой-то романтизм День Берлённых. Есть. Понятно, романтизм. А тут, наш вариант День Берлённых и семьи же там, получается, скорее. То есть, как День семейных. Помню, что в прошлом году обсуждали, по-моему, на Эхо Москвы и Сорокину, что вы хотя бы один день пытаетесь, чтобы не изменять жене или мужу. Это невозможно. На того посмотреть на него. Это невозможно. А кому же тогда изменять, если не жене и не мужу? Со зрителем? Самому себе, что ли? Со зрителем это безопасно? Нет. Я считаю, что лучше изменить жене или мужу, чем самому себе. А если это получается как-то... Неловко? Нет. Вместе. Получается, трёх зайцев сразу. Изменил жене, изменил мужу, изменил самому себе. Изменил любовницы. Не свободен, нужна долга. Да. Ну и всё. Да. И можно уже долго не изменять. Потому что ты за один раз изменил всем. Да. Правда, Родине не изменил. Разве муж и жена это не Родина? Ну, в каком-то смысле. В каком-то смысле. Вы посмотрите на него. Настоящий узбек. Как он хорошо раздевает чай. Ю-эс-бек. Да. Я, собственно говоря, как человек, который много работал в своём время на Востоке, на нашем Лижнем Востоке. Ну, какие девушки красивые. Девушки, с праздником вас наступающим. Вы очень красивые обе. Это пулемёт Калашникова модернизированный. Хорош приставать даже глядь. Почему хорош? Кому мне приставать не будет? Кажешь? Состояние 14 метров приставать, это высокий класс. И было удачно. Да, и было удачно. Доктор, доктор. У тебя более тысячи зрителей. Представай к нему. Я не могу. Они не вещественные. Что? Я не вижу. Мне надо видеть хотя бы. Отлично. Я видел волшебную линию, так сказать. Да. Я не буду. Две волшебных линий видит визуал. Дальше петь нельзя. Прекрасно. Дальше страх. Там что такое? Дальше чисто врачебный текст. Андрей, ты начал что-то говорить. Да ладно, пусть он рассказывает свои сказки. Смотрите, я предлагаю выпить. Опять. За разумное подчинение каждого из нас социальным стереотипам. Разумное. Пойдет. То есть, прилагая к себе или к объекту своего внимания общественный стереотип, поинтересуйся отношением объекта своего внимания к общественному стереотипу. Да. Я бы сказал еще вот так, на самом деле, добавив сюда, что давайте выбирать те несвободы, которые мы сами себе хотим выбрать. О! Потому что это не свобода. Это очень красиво. Это красиво. Это красиво. Это красиво. Выбирайте тюрьму по размерам... О, минуточку. Выбирайте камеру по габаритам. Своим. Да. А если хотите сделать приятное кому-то, выберите камеру по его габаритам. Да. Ему. Выберите хейфица, и вы застрелитесь на второй день. А мне уже написали в Фейсбуке. Хейфица в депутаты. Да, естественно. Вот так оно все начинается. Я написал, в депутаты не пойду. Потому что всех тратят. Да. Дамы, с праздником. Будьте счастливы. Будьте здоровы. Оставайтесь с нами. Вам потянутся. Лыхая! Лыхая! Лыхай! Лыхай... Субтитры создавал DimaTorzok